Добрый день, с вами снова компания МЗАП и, как обычно, механик Михаил. Сегодня к нам приехал совершенно свежий автомобиль Hyundai Santa Fe 2021 года. Особенность этого автомобиля является в том, что здесь стоит роботизированная коробка с мокрым сцеплением. Довольно-таки редкое явление на нашем автомобильном рынке автопроизводителя Hyundai, но все равно уже пора начинать изучать его, и сегодняшнее видео будет о том, как заменить сцепление на данном автомобиле и что для этого нужно. Особенность демонтажа-монтажа роботизированной коробки на данном автомобиле является то, что нужно будет снимать подрамник, поэтому в первую очередь нужно открутить рулевой вал от рулевой рейки. Это делается из салона. Пойдем покажу. В первую очередь нужно выставить автомобиль на подъемнике, чтобы вы могли его подкатить, когда рулевой вал открутится, чтобы колеса не крутились. И после этого нужно убрать коврик, отогнуть вот здесь вот коврик. Вот этот вот болтик, который держит рулевой вал. После этого приподнять рулевой вал и обратите внимание на то, как стоят меточки. То есть, когда вы будете это собирать в обратную сторону, нужно будет попасть в эту меточку. Плюс-минус один шлиц в разные стороны, ничего страшного. После этого будет корректировка на сход-развале. То есть, если вы где-то что-то промажете. Но старайтесь попасть. Если вы попадете в идеал, то даже сход-развал делать не придется. Хотелось бы отметить, что на данном автомобиле установлен абсолютно новый двигатель для линейки Kia и Hyundai. Здесь установлен, как вы видите, двигатель G4 КП. Сейчас я его открою, посмотреть на него, как он выглядит. Вот его индекс. Чем примечательен этот двигатель? Этот двигатель 2,5 турбо. У него прямой впрыск. У него электромагнитная муфта. Двигатель очень интересный. Также, что мы нашли по нему, то есть, где-то мощность у него 280-300 лошадиных сил. То есть, очень неплохой двигатель, я вам хочу сказать. Машина должна бодро ехать. Чистая то, что она переднеприводная и с восьмиступенчатым роботом, она должна прям отлично ехать на нем. После того, как вы отсоединили вал, обязательно зафиксируйте руль, чтобы он не провернулся. Если он провернется, может порваться под рулевой шлейф. Я его обычно рефиксирую ремнем. В принципе, это самый простой способ. Можно зафиксировать держателем рулевого колеса от входа развала. У нас он используется постоянно, поэтому ремешком это, в принципе, самый простой и надежный способ. После того, как вы зафиксировали руль, сняли вал рулевой, необходимо разбирать подкапотное пространство. То есть убирать весь этот пластик, аккумуляторную батарею, блоки управления, чтобы добраться до верхних болтов крепления РКПП. Кстати, компоновка начинает потихоньку напоминать ВАГовскую. То есть они не только по оснащению приближаются к ВАГу. Компоновка под моторки тоже начинает напоминать расположение аккумулятора, воздушных фильтров, блоков управления. Смотрите, куда БЛОФ засунули. Интересное решение. Вот оно. Получается радиатор. Из него флянец выходит. Из него клапан БЛОФ скручивается. И вот обратно он за воздушным фильтром покидывает воздух в отпускной коллектор. Рулевая рейка здесь электрическая. Вот смотрите, на нее какой огромный разъем идет. И вон она. Прям механизм спрятанный под термоэкранчиком. Вон там дальше. Это селектор выбора передач. Блок управления трансмиссией вот здесь находится. На передней крышке. Рядом, видите, с заливным отверстием для мехатроника. При замене сцепления надо менять масло в коробке. При замене сцепления нужно обязательно менять масло в коробке. И проблемой этих коробок является повышенный износ подшипников. Было видео по замене коробки из-за износа подшипников. А износ этот происходит из-за того, что с завода сюда почему-то заливают мало масла трансмиссионного, которое нужно именно для самой механики. То есть для механической части коробки передач. Здесь есть автоматическая часть коробки передач, которая вот тот же мехатроник у немцев. Здесь он, не знаю, конечно, как корейцы его обозвали, честно вам скажу. Но принцип работы примерно такой же. То есть там блок соленоидов, который управляет включением-выключением передач. И он же управляет включением-выключением мокрого сцепления. Вот. В нем стоит отдельное масло. То есть в нем нужно менять масло при замене сцепления, потому что следы износа остаются именно в нем. И, соответственно, в коробке точно так же нужно менять масло. Все. По факту мы поворотный кулак вместе с стойкой отсоединяем от автомобиля. Все остальное будет опускаться вниз. Привод мы будем вынимать. Кстати, смотрите, какие страшные они сюда сайлентблоки засунуть. Ох, как нехорошо их менять. Какие они геморройные в плане замены. Кстати, это они, наверное, у Ниссана сперли. На Ниссане такие сайлентблоки. Бабочки. Большое спасибо технологам, которые наконец-то поставили нормальный эклипс. Поддел снял, поддел снял. Они вот это выкрутил, кое-как зацепил. Слава богу, они до них дошли. Также надеюсь, что они когда-нибудь перестанут это все крестовыми саморезами закручивать. Ну что, как вы видите, я уже разобрал всю ходовую часть. Снял опору двигателя. Она вот здесь вот крепится. Пыльник, естественно. Сейчас осталось открутить болты подрамника. И, в принципе, снять его. Это у нас насос. Который у нас, получается, насос электрический. Подает масло как раз в мехатроник. Здесь у нас стоит теплообменник. Вот он. Его нужно будет открутить для съемок коробки. Что еще? Да, в принципе, все. Снимаем разъемы. Насос мы оставим. Трогать его не будем. Для открутки. Потому что под ним прокладки. Убираем разъемы. Убираем теплообменник в сторону. В принципе, теплообменник можно не отсоединять от коробки. Можно отсоединить по трубке. Но если мы их соединим, придется менять антифриз. Поэтому масло с коробки мы в любом случае с него сливаем. А антифриз мы с ним сливать не планируем. Поэтому мы теплообменник открутим, а потом обратно его прикрутим. Раз, два. Я думаю, что это тяжело. Как вы видите, демонтаж произошел успешно. Будем сейчас скрывать это все дело. Идите, посмотрите, что я тут нашел. Большой сальник. Вот это огромная вся пластина. Это все сальник. Вот. Вот. Кольцо стопорное. Снимаешь корцо. Под ним уже находится сцепление. Угу. Не советую вам его повредить. Потому что вы этот сальник купите с новой коробкой. Отдельно вы такой не найдете. Кстати, смотрите. Выработка в масле имеется, да? Грязное масло. Вот сцепление. Интересно просто на него глянуть. Потому что пробег у автомобиля очень маленький. Я еще не говорил, какой скажу потом. Но в целом, не сказать, что оно прям плохо выглядит. Выработка, кстати, имеется. Смотрите, видите, вот задиры. И знаете, что мне не понравилось? Очень большой зазор. Вот на внутреннем пакете большой зазор. То есть это может приводить к толчкам, к пинкам и ко всему остальному. И вот оно буксовало. Это прям упаляется. И фрикционно. Смотрите, кусков не хватает. А что самое интересное, во всей этой движухе, которая здесь происходит, то есть вот весь этот механизм, он смазывается трансмиссионным маслом. Не АТФ, как мы привыкли. Ну, то есть не автоматическим маслом. Вот смотрите, тут прям трещины на пакете. Видите? Мне кажется, из-за того, что не хватало масла внутри этой всей системы. То есть эта вся система трансмиссионным маслом смазывается. А гидравлика, которая управляющая из мехатроника, она просто поджимает все эти пакеты. То есть вот выжимной подшипник. То есть дальше выжимного подшипника гидравлика не идет. Точно так же при выборе передач. То есть дальше выжим новых механизмов она не перещелкивает. То есть внутри все в механическом масле. Ну, управляется все это специально АТФ. В любом случае мы меняем, потому что человек приехал сразу под замену сцепления, потому что эта эпопея его уже, ну, как бы, скажем так, достала с тем, что она постоянно дергается. Он уже заказал в Корее непосредственно сцепление сам клиент. Вот, привез нам. Вон оно в коробочке лежит. Сейчас я его распакую, покажу вам. Вот. Ну, а с этим сцеплением я не знаю, что делать. Ему отдадим. И, видимо, повезет он его к дилерам. Может попробует возместить как-то ущерб или, не знаю, на какую-нибудь экспертизу, почему оно не работало. То есть по факту, ну, я считаю, что, несмотря на вот эти вот разрушения и износа, оно должно работать. То есть, может быть, что-то действительно не хватало смазки ему, и поэтому... Критичного ничего нет. Да, критичного ничего нет. Это деталь тоже обязательная к замене. Видите, то, что я и говорил. Здесь зеленое масло внутри, два поршня. Вот один поршень. Наверное, наоборот, вот один поршень. Колечко тут, колечко тут. Вот эти вещи обычно отсыхают со временем. Начинает пропускать масло и, естественно, сбрасывать давление. Кстати, это тоже может быть причиной. В целом выглядит неплохо, но в любом случае, в комплекте с новым сцеплением идет выжимной подшипник. Мы его будем менять. Вот такая коробочка к нам пришла. Написано запчасты. Hyundai Santa Fe 26.05.2023. Я так понимаю, день заказа. Новый из Корея. Корзина сцепления. Ну и, кому интересно, номер детали. Выглядит она таким вот образом. А в этой бумажечке у нас завернуто чебурек. В принципе, долго тянуть резину не будем. Будем собирать все в обратную сторону. То есть, колечки я промыл-продул. Здесь я все промыл-продул. Ставим колечки на место. Я их поставлю, знаете что? Я их поставлю на синий фиксатор колечек. И должен быть у каждого такой в ящике. Вставляем на место. Все просто, да? Все просто. Четыре болтика. Четыре болтика все это держит. Эти болтики я бы вам посоветовал посадить на резьбовой фиксатор. Потому что они как бы не имеют ничего для крепления. И лучше их закрепить каким-нибудь анаэробным фиксатором. Чтобы не было истории, как знаете, А6МФ, А6ЛФ, там где они выкручиваются и ломают все, что попадается им под руку. Кстати, обрати внимание, тут стопор, видите, как ставится? Упорчик есть. То есть в другое место его ставить нельзя, он не встанет. Помажу его все той же синей установочной смазочкой. Опа. Опа-хопа-хопа. Хорошо встал. Да, как будто тут и стоял, кстати. А, тут и стоял. Кроме того, что он большой, он еще и жесткий. Он прям тяжелый. Да нет, ставится легко все. И непринужденно. Что там, пальцы заживало? Теперь Толя трехпалый, да? Ребят, масло в мехатроник я залил. Два с половиной литра залил ровно. Больше не стал заливать, потому что ровно столько мы и слили. То есть это чисто управляющая часть, больше сюда масла не нужно. Вот так выглядит наш теплообменник. В принципе, колечки здесь довольно-таки хорошие. То есть я их снял, промыл. Теплообменник я тоже промыл от старого масла. Прикручивается он всего лишь на три болтика. Колечки мы менять не будем, потому что они в хорошем состоянии. В принципе, ничего сложного. Прикручиваем коробку и ставим все на место. Ну что, ребят, смотрите, она едет назад. Едет вперед. В общем, считаю, проделанную работу успешной. Адаптация у нас прошла успешно. Будем надеяться, это сцепление прослужит нашему клиенту, владельцу автомобиля, дольше, чем предыдущая. Ну и, в принципе, приезжайте к нам. Знайте, что мы уже можем без проблем осуществлять такие работы. Записывайтесь к нам в сервис. У нас три техцентра, если кто забыл. В Теплом Стане, на Аутуфево и в Долгопрудном. Адреса и телефоны наших техцентров вы можете посмотреть на нашем сайте. Всем счастливо. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok